МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 49-м году после продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист, лауреат государственной премии и ряда знаков отличия Бесен Абайович Курамбек. Он родился 9 декабря 1971 года в селе Казлажар Керблакского района Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовой путь начал с работы корреспондентом, ответственным секретарем республиканской газеты «Спорт». Затем связал свою жизнь с телевидением. Его материалы на телеканалах «Рахат», «31 канал», «Хабар» и президентском телерадиокомплексе всегда отличались особым колоритом. В период с 2007 по 2012 годы возглавил Алматинский областной телеканал ЖТСУ. После небольшого перерыва в руководящей работе, которую он всецело посвятил творчеству, в октябре 2014 года, вновь был назначен на эту должность. Несмотря на сложности и плотный график, именно в этот период с 2013 по 2017 годы ввел рейтинговое социально-бытовое ток-шоу «Айтугауангай» на телеканале «Хазахстан». После этого стал ведущим программы «Харикет» на том же телеканале. Оба проекта обрели популярность именно благодаря Бесину Курамбеку. В передачах он затрагивал самые актуальные темы, помогал людям разобраться в сложных жизненных ситуациях и делал все возможное для решения их проблем. Потому по праву заслужил всенародную любовь, признание и уважение. За свою отличную работу был удостоен специальной премии президента страны, республиканской премии «Тумар» и многих других знаков отличия. Профессионал своего дела, чуткий и отзывчивый гражданин, справедливый руководитель, любящий отец, муж и сын. Именно таким запомнили родные, близкие и коллеги Бесина Курамбека. Его светлый образ навсегда останется в сердцах большинства казахстанцев. Вечная память. 7 мая ушел из жизни почетный гражданин Алакольского района, ветеран войны и труда Нургали Искаков. Всего два дня он не дожил до 75-летия Великой Победы. Он родился в 1927 году в селе Кандал Матинской области. Война застала его в возрасте 13 лет. В 1944-46 годах служил на Севастопольском морском флоте. В послевоенные годы работал агрономом, главным зоотехником колхоза и секретарем партийной организации. За всю свою жизнь он получил огромное количество наград и регалий, почетная грамота Верховного Совета Казахской АССР, Орден Трудового Красного Знамени и так далее. К сожалению, 75-летний юбилей Победы он так и не увидел. Родственники Нургали Атай впервые встречают праздник без главы семейства. Добавим, от имени президента Российской Федерации удостоился юбилейной медали за победу. Награду получили потомки ветерана. Каждый год, 9 мая, мы собирались дома здесь, в Большой Дастархань. Собирали, сидели, вспоминали. Он этот день сильно ждал. После этого, с первого утра, он на площадь, обычно как на площади мероприятия же, там кухня, солдатская кухня. После этого, здесь уже радостное такое настроение, сидели мы и отмечали вот этот праздник День Победы. Отец для нас и для всех, вот это знает, те, кто знает, в селе, в этом городе он был порядочным, партийным воспитанием, идеалом. В этом году ушел из жизни. Для нас всех это было очень тяжело, потому что мы, хоть он и не был молодым, для нас это было очень неожиданно и тяжело. Ты не знал, его было хорошее, да? Да, он очень, ну, он все время выходил на улицу, все время у него есть друзья, были друзья, они все время собирались, дедушка все время бегал. Делай добро! Волонтеры Алматинской области продолжают помогать пострадавшим от наводнения в Макта-Аральском районе Туркестанской области. Неравнодушный в период священного месяца Рамадан организовали и провели Ифтар для более чем 600 пасящихся. Кроме того, прибывшие добровольцы из ЖТСУ помогают и при ликвидации ЧАЭС в Тульбийском районе. Напомним, из-за выпадения обильных осадков и повышения уровня воды произошло потопление десятков частных домов. В микрорайоне Ельтай вода, поступавшая по растительным каналам, подтопила 60 дворовых территорий, а в селе Жогаргы размыло 4 автомобильных моста. Алматинская область направила братскому региону дополнительно порядка 350 тонн продуктов питания и 250 тонн строительных материалов. В Атаравской области сильный ветер сорвал крыши с двух школ, передает АТ «Пресс КИЗ». Инцидент произошел в Курмангазинском районе. Из-за сильного порыва с дождем была сорвана крыша со средней школы имени Ауэзова в райцентре Курмангазы. Сама школа была построена в 1982 году, но в 2014 году там проводился капитальный ремонт. В результате порыва ветра снесло около 400 квадратных метров покрытия. Примерно в это же время ветер сорвал кровлю из-за средней школы имени Энгельса в селе Сафон. Там повреждено 150 квадратных метров. По заявлению официальных органов, жертв и пострадавших нет. Устанавливается размер нанесенного ущерба. Павлодарскими оперативниками пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в мошенническом посредствии социальных сетей, сообщает полиция КИЗ. При проведении мероприятий задержаны двое жителей города Павлодар. Они размещали объявления на сайтах сети интернет о продаже автозапчасти по относительно низкой цене. Принимая заказы, просили предварительно оплатить полную сумму за товар на банковскую карту, а заказы обязывались отправить к курьерской службе. Получив деньги, некоторое время злоумышленники тянули время, оправдывая задержку плохой работы курьеров, а затем и вовсе отключали мобильные. При этом банковские карточки были оформлены на третьих лиц, которые также не подозревали об обмане. В настоящее время на удочку ловких мошенников попались 10 покупателей. Новая композиция известного исполнителя Димаша Кудайбергена «We are on» получила золотую сертификацию на китайской музыкальной платформе QQ Music, передает Ingrid News. Песня, посвященная борьбе с эпидемией COVID-19, набрала индекс популярности более 100 миллионов прослушиваний. Димаш Кудайбергенов посвятил сингл «We are on» всем медикам, находящимся на переднем фронте борьбы с эпидемией, всем тем, кто находится на изоляции. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.